и здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем с вами героически бороться в режиме ежедневных ответов вот таких видео на ваши замечательные вопросы поэтому обязательно присылайте интересующие вас темы в виде комментариев под каждым видео которое вы смотрите спасибо вам огромное ребята как всегда подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте звоночек потому что это нотификации извещение от youtube приходит только тогда когда вы нажимаете звоночек а это означает что каждый раз когда я заливаю новое видео будет приходить оповещение либо же когда начинается прямая трансляция также будет приходить оповещение и вы ее не пропустите дорогие мои сегодня у нас замечательный вопрос от виктории тихомировой звучит примерно так алексей у моей подруги лептина резистентность врачи утверждают что пг противопоказано так ли это спасибо вам огромная виктория за замечательный вопрос поехали разбираться друзья мои и по замечательной традиции приглашаю вас вступить в ряды пг марафон софт где под моим видением и будем работать трудиться строить свое тело мечты и работать над своей диетой что такое пг марафон под моим видением по ссылочке здесь следующий начинается уже а 22 июля поэтому обязательно присылайте вашу заявку друзья как это сделать под этим видео вы найдете в описании а мы поехали разбираться с этим замечательным вопросом вперед виктория дорогая моя спасибо вам огромное лептина резистентность это так слабо освещенная тема на просторах нашего замечательного интернета и кстати одно из самых первых видео о лептине было мной снято кажется два года назад вы сможете посмотреть его перейдя по ссылке вот здесь достаточно старое видео сейчас мы с вами освежим наши знания о лептине и поймем почему иногда врачей нужно слушать с большой оглядкой друзья мы лептин это гормон это в первую очередь и ключ который вырабатывает наш жир вырабатывает наше сало каждая клетка нашего организма которая отвечает за запасение жировой массы также отвечает и за выработку лептина и когда у нас большие жировые депо наш организм вырабатывает большое количество лептина и этот самый лептин должен путешествие по кровотоку приходя в мозг отдавать сигнал о том что кушать не нужно мы сыты нам не хочется еды все нормально все отлично и это будет главным инструментом к запуску жиросжигания то есть организм должен саморегулироваться и говорите а у нас достаточно жира мы отвечаем нашему мозгу сигналом что кушать не нужно жир будем использовать и все будет круто но проблема заключается в том что мы бесконтрольно очень много едим и жира у нас очень быстро и много накапливается в организме и происходит следующая беда лептина который вырабатывает этот жир становится такое количество что мы имеем расстройство по принципу инсулинорезистентности что это такое ссылка здесь это когда гормона слишком много и рецептор который должен отвечать за его восприятие начинает деградировать и деградация инсулиночувствительных рецепторов в мозге это сплошь рядом встречающаяся беда когда организм говорит жировые депо говорят хватит кушать жиров достаточно давайте использовать жир для энергии а мозг получая сигнал в виде лептина его не воспринимает и начинает отдавать сигнал к голоду а голод это и есть позывы к употреблению пищи и у нас вы видите закрытый цикл мы начинаем есть увеличиваем жировые депо жировые депо вырабатывают больше лептина рептин продолжает усугублять свою очередь ситуацию с лептина резистентность это закрытый цикл ребята нужно рвать этот цикл только одним способом сила воли безусловно здесь нужно но в первую очередь важно понимать гормональный процесс потому что просто говоря себе я не буду есть будет очень сложно будет очень сложно потому что большая вероятность того что вы сорветесь потому что вы управляете своим голодом со стороны вашего сознания путем силы воли я не буду есть организм говорит ты будешь есть и всячески заставляет вас проявлением этого первичного инстинкта виде все более более ярко выраженных симптомов голод головокружение тошнота раздражение и прочие прочие моменты и по итогу он вас сломает если вы не знаете процесса происходящих в организме в первую очередь нам нужно с вами действовать по принципу излечения инсулинорезистентности потому что инсулинорезистентность и лептинорезистентность это идущие рука об руку беды которые сопровождаются неправильным поведением на кухне сопровождаются излишком углеводов и сопровождаются большой жировой массой это беда которую нужно лечить это беда которая поразила современную культуру где мы поглощаем калорий с такой частотой что организм просто не в состоянии воспринять гормоны и происходящее следующий момент когда мы с вами опомнились это уже ожирение какой-то стадии и уже поздно уже нужно хвататься за голову и нужно не просто корректировать питание а нужно лечиться конкретно так вот вопрос которому мы пришли на шестой минуте этого видео друзья звучит примерно так посоветовали ли не слушайте мои наставления относительно пг врачи и говорят что нужно питаться как можно чаще вот мой вопрос сразу возникает зачем питаться чаще как можно на фоне инсулинорезистентности который сто процентов присутствует на фоне лептина резистентности когда нужно наоборот включать pg включать а lc и ч включать кета включать пониженное количество углеводов стараться организм переводить на работу на кетонах стараться переводить организм на работу на жировых отложениях и стараться держать как можно дольше при всех знаниях о пг о лептине о инсулине стараться держаться просто изо всех сил пока организм не очистит рецепторы восприимчивые к лептину и не станет легче а легче станет только тогда когда мы с вами сделаем полный 48 лучше 72 и будем на пг хотя бы месяца полтора-два где организм начнет более восприимчиво работать относительно наших гормонов пока много лишнего веса тогда это полная заглушка всех рецепторов тогда мы просто жрем накапливаем жир и ни о чем не думаем организм просто работает в режиме все в сало ваша задача очистить рецепторы ваша задача очистить ваш организм и позволить ему чувствовать гормоны насыщение лептины позволить ему чувствовать как работает инсулин наконец-то отдать инсулину возможность выполнять его первоначальную функцию кормить вашу клетку они просто все в сало отправлять мой вам совет изо всех сил бегите от этого врача который не понимает основ работы лептина оборота и инсулина оборота если вам говорят кушайте чаще если вам говорят никакого пг если вас наверняка еще будут пить какими-нибудь таблетками аппетитопоглощающими или еще чем-нибудь ни в коем случае нельзя это делать ваша основная задача послушать разные источники информации меня послушать вашего врача который вам советует что-то и дальше принять свое решение потому что это ваше тело это ваш организм вы всегда должны действовать по принципу я называю это через призму свою собственного опыта через призму здравого смысла вы берете несколько разных источников информации и пытаетесь провести для себя анализ этого состояния и понять куда вам двигаться это мой совет пг как можно меньше углеводов давить инсулинорезистентность очищать органит 48 72 часа это будет для вас лучшим решением проблемы не медикаментозная проблема решения всегда проще заткнуть дырку таблеткой и забыть об этом человеке который пришел к тебе с проблемой а то чем занимаемся мы в наших марафонах мы на моем канале это не заткнуть дырку таблеткой моментально решить проблему это отнестись с полным уважением каждому человеку потому что каждый человек хочет чтобы его воспринимали как личность они просто как очередного клиента который пришел все иди заткнули дальше у меня работа с 9 до 6 вот в этом и есть проблема современной медицины дорогие друзья спасибо вам огромное за замечательный вопрос друзья как всегда пишите ваши вопросы я буду отвечать на них каждый день продолжаем работать продолжаем трудиться и мы двигаемся только вперед